Добрый день, коллеги. Я приветствую всех журналистов, которые находятся сегодня на площадке мультимедийного пресс-центра российского агентства РИА Новости. Я приветствую нашего гостя, заместителя министра иностранных Российской Федерации Геннадия Михайловича Гатилова, пресс-конференцию которого мы начинаем. Я попрошу всех выключить звук у своих мобильных телефонов, чтобы не мешать нашему гостю. Сегодня в формате пресс-конференции мы затронем широкий круг вопросов, связанных с деятельностью Организации Объединённых Наций, реформы Организации Объединённых Наций, а также мы поговорим на актуальные темы, которые являются предметом обсуждения на заседаниях Совета Безопасности ООН. И я, не теряя времени, передаю слово Геннадию Михайловичу. Пожалуйста. Спасибо, всех приветствую. Как только что было сказано, круг нашей пресс-конференции – это деятельность Совета Безопасности ООН, позиция Российской Федерации по тем вопросам, которые в настоящее время обсуждаются в рамках Организации Объединённых Наций и, естественно, её Совета Безопасности. Для начала хочу сказать, что, начиная с 1 марта, Россия заступает на пост председателя Совета Безопасности по ротации. Это весьма почётная и ответственная задача для каждой страны, которая принимает на себя эти функции. И, естественно, мы готовимся к этому событию и планируем те мероприятия и те вопросы, которые предстоит обсудить в течение марта. Ну, чтобы не говорить подробно о всех вопросах, потому что вы все хорошо знаете о том, насколько насыщена повестка дня Совета Безопасности различными проблемами, кризисными прежде всего. Хочу сказать, что центральной темой нашего председательства будет тематика Афганистана. Мы планируем провести открытые дебаты по этому вопросу в середине марта на министерском уровне для обсуждения всех аспектов, связанных с нынешним этапом афганской ситуации. Считаем это весьма актуальным, поскольку вы все знаете, что в недалёком будущем будут и президентские выборы в Афганистане, и предстоит вывод многонациональных сил из этой страны. Поэтому, естественно, внимание международного сообщества будет приковано к этой весьма сложной проблематике. И Совет Безопасности, который принял не одну резолюцию по теме Афганистана, конечно, он будет продолжать быть глубоко вовлечённым в эти проблемы. Считаем, что проведение заседания Совета Безопасности на министерском уровне по этой важной теме будет способствовать продвижению афганского урегулирования. В рамках Совета целый ряд других актуальных вопросов, конечно, Сирия, КНДР и другие вопросы. Поэтому, чтобы более конкретно говорить на эти темы, я бы предложил уже прямо перейти к вопросам. Спасибо, Геннадий Михайлович. Коллеги, пожалуйста, поднимайте руки, представляйтесь. И обращаю Ваше внимание, что вопросы прошу задавать по теме, которая обозначена на нашей пресс-конференции. Пожалуйста, на первом ряду Ваш вопрос. Микрофон возьмите и представьтесь. Геннадий Михайлович, сейчас все говорят о диалоге в Сирии, но каждый говорит по-своему. Оппозиция, она какие-то предварительные условия. Как Вы думаете о этой ситуации? Ну, совершенно верно. Сейчас в сирийской ситуации возникают новые элементы, новые моменты развития. Диалог – это, пожалуй, главное, к чему мы, как Россия, Российская Федерация всегда призывали. Если Вы вспомните, наша позиция в этом плане была последовательной, она такой и остаётся. И мы считаем, что для того, чтобы остановить насилие и кровопролитие в Сирии, которое, к сожалению, продолжается в больших масштабах с обеих сторон, необходимо свести обе стороны и правительство, и оппозицию за столом переговоров. Вот на это всегда были направлены наши усилия. Это, по сути, является главной целью Женевского коммунике, принятого в прошлом году, 30 июня. И мы всегда призывали к тому, чтобы начать реализовывать то, что записано в этом документе. К сожалению, до сих пор не получалось этого сделать по целому ряду причин. О которых Вы хорошо знаете. Не удалось вести и представителей оппозиции, и правительство за переговорной площадкой. И в последнее время можно так с осторожным оптимизмом сказать, что в этом плане хотелось бы надеяться возможны сдвиги. И то, что и представители оппозиции, и правительство всё-таки найдут возможность сесть за стол переговоров. Дело это, конечно, непростое. Оно потребует усилий всех заинтересованных сторон. В первую очередь, наверное, потребуются консолидированные усилия так называемых внешних игроков, тех государств, которые могут оказать влияние соответствующее на обе стороны, на правительство и на оппозицию. И если совместными усилиями нам удастся это сделать, то может возникнуть надежда на то, что процесс политического урегулирования сдвинется с твердой точки. Что касается России, то сразу же после принятия Женевского коммуника мы свою часть пути начали честно проходить. Мы старались убедить правительство действовать в духе женевских договорённостей. Мы встречались практически со всеми группами оппозиции и пытались убедить их встать на тот же путь. Поэтому, что касается нас, мы всегда это делали и продолжаем делать в настоящее время. И надеемся, что и наши партнёры будут действовать равным образом в своих отношениях с оппозицией. Поэтому диалог возможен, если будет добрая воля со стороны всех тех, кто, во-первых, заинтересован в политическом урегулировании в Сирии, и, во-вторых, кто готов использовать имеющиеся у них возможности для того, чтобы этот процесс начался. Спасибо. На последнем ряду, в центре. Микрофон дайте, пожалуйста. Нет, без микрофона нельзя. Аль-Джазира, господин Гатилов, вы не могли бы подтвердить возможную встречу министра иностранных дел Сирии с представителем оппозиции Аль-Хатибом, которые должны прибыть в Москву в конце этого месяца? Ну, конкретных решений на этот счёт нет. Могу лишь сказать, что в Москве ожидается приезд министра иностранных дел Сирии Муалима 25 февраля. Есть определённые контакты с представителями оппозиции, с лидером оппозиции Хатибом, но конкретных сроков его прибытия в Москву пока ещё нет. Хотя, как я только что сказал, мы в своих контактах и с правительством, и с оппозицией пытаемся вести честный и откровенный диалог с тем, чтобы побудить их сесть за стол переговоров. Спасибо. На первом ряду девушка. Представьтесь. Ксения Пинто из Пантиви. У меня такой вопрос. Скажите, вот ввиду того, что с 1 марта Россия будет главой Совбези ООН, как Россия будет решать основную проблему со своим оппонентом по Сирии, США? Спасибо. Мы будем её решать точно так же, как мы решали эту проблему и до сих пор. Мы поддерживали и поддерживаем дипломатические контакты с Соединёнными Штатами по этому вопросу, ведём диалог в направлении того, как нам совместными усилиями добиться урегулирования кризисной ситуации в Сирии. Вы знаете, что состоялось несколько раундов трёхсторонних переговоров в Женеве при участии спецпредставителя генерального секретаря ООН Брахиме. И этот формат, он показал, что у нас есть точки соприкосновения, и при желании всех сторон мы можем определить те направления, те сферы, в которых мы можем сотрудничать, в том числе с Соединёнными Штатами, при участии организаций объединённых наций, для того, чтобы добиться каких-то подвижек к сирийскому урегулированию. Спасибо. Левая трибуна. На последнем ряду у вас вопрос, да? Микрофон передайте, пожалуйста, и представьтесь. Газета Wall Street Journal, Грегори Уайт. По поводу Сирии, пожалуйста, вы говорите, что Россия пытается уговорить и правительство Сирии в связи со слов переговоров, и через контакты с оппозицией то же самое сделать. О поставке оружия понятно, что со стороны повстанцев продолжаются, со стороны их союзников. О поставке российского оружия правительству, они продолжаются? Были сообщения в последнее время, что и противовоздушные средства поставлялись в январе, и что, возможно, ещё и самолёты по существующим контрактам могут поставляться. Какова российская позиция в этом? Наша позиция по этому вопросу излагалась неоднократно. Да, мы осуществляли поставки в рамках ранее заключённых контрактов, и мы из этого не делали какого-то секрета, потому что вся эта деятельность осуществляется в законных рамках. Поэтому то, что было раньше заключено в плане поставок спецтехники и специмущества в Сирию, оно реализовывалось. Вы совершенно правильно упомянули о том, что продолжаются и поставки оппозиции, причём надо сказать, что в последнее время такие поставки приобретают всё более масштабный характер. Конечно, всё это не способствует стабилизации обстановки в стране, и такая вот милитаризация сирийского конфликта, она приводит исключительно к продолжению насилия, к продолжению жертв, разрушений и затягиванию политического решения конфликта. Спасибо. Центральная трибуна. Девушка на первом ряду. Добрый день. Радио России Киселева Анна. Одно из самых эффектно работающих, эффективно работающих агентств ООН – это управление Верховного комиссара по делам беженцев. Как Вы видите сотрудничество с этой организацией, прежде всего там, где требуется гуманитарная помощь беженцам в Сирии, может быть, в Африке? Управление Верховного комиссара по беженцам действительно очень активно работает в Сирии. Впрочем, так же, как и другие специализированные учреждения ООН, гуманитарные агентства и структуры. Вообще проблема беженцев, конечно, это достаточно серьёзная, и это один из негативных результатов сирийского кризиса. Вы знаете, что огромное количество беженцев находится в сопредельных Сирии территориях, особенно в Турции, Ордании, в целом ряде других государств. Ситуация гуманитарная в тех местах, где они находятся, весьма плачевная. По мере возможности ООНовские агентства оказывают помощь нуждающемуся населению и делают всё возможное с тем, чтобы облегчить их положение. Не всегда, конечно, это удаётся, и не в тех масштабах, как хотелось бы, но всё же то, что делается, это весьма важная работа. Естественно, мы поддерживаем эту деятельность, мы участвуем в поставках гуманитарных товаров через ООНовские структуры и на двусторонней основе, наряду с другими странами. Поэтому считаем эту активность ООН весьма важной. Кстати сказать, ООНовские руководители гуманитарные, они в целом удовлетворены тем, как сотрудничает с ними сирийское правительство в плане доставки гуманитарной помощи, оказания гуманитарного содействия нуждающемуся населению. И они неоднократно подтверждали это и публично в ходе обсуждения соответствующих вопросов в Совете безопасности и в двусторонних контактах с нами. Поэтому в этом плане у международных гуманитарщиков каких-то серьёзных претензий к правительству сирийскому нет. В то же время, и надо это особо отметить, они неоднократно жаловались на то, что испытывают трудности с доставкой гуманитарной помощи в районы, находящихся под контролем оппозиции. То есть доступа в эти районы они не имеют. И, естественно, это отражается на гуманитарной ситуации в этих регионах. Спасибо. Правая трибуна. Ваши вопросы. Первый ряд. Вот мужчина, да. Говорите, пожалуйста, представьтесь. Телеканал «Аль-Май-1». Добрый день, Геннадий Михайлович. В Москву прибывает достаточно представительная делегация Лиги арабских государств, в числе которых несколько министров. Скажите, пожалуйста, насколько это поможет именно в деле сирийского регулирования, чтобы наладить тот стратегический диалог, который имелся в прошлом между Россией и Лигой, чтобы запустить этот механизм снова с учётом тех проблем, которые возникли в последнее время в роли и в позиции Лиги арабских государств по сирийскому вопросу. Ещё, если можно, Вы не могли бы подтвердить или опровергнуть? Со вчерашнего вечера ряд СМИ сообщил о том, что сегодня Лахдар Барахиме прибывает в Москву. Это было, в общем-то, неожиданное такое заявление. Вы могли бы подтвердить или опровергнуть? По последнему вопросу сразу же могу сказать, что сегодня Лахдар Барахиме не прибывает в Москву. И, в принципе, в ближайшее время мы его здесь не ожидаем. Что касается Лиги арабских государств, то хочу подчеркнуть, что Лига, она, естественно, играет очень важную роль в сирийском урегулировании. И она является по существу одним из важных игроков во всём этом процессе. И от её позиции многое зависит. И Вы знаете в прошлом те решения, которые были приняты в Лиге арабских государств в отношении Сирии, и её роль в процессе выработки политических решений. Я считаю, что у Лиги есть очень серьёзный потенциал, и она действительно способна сыграть важную конструктивную роль в поисках политического урегулирования. Вот на этой основе мы, собственно, с Лигой арабских государств и ведём диалог. У нас достаточно постоянные контакты, обмен мнениями по сирийской ситуации. И мы с большим уважением относимся к этому региональному объединению и рассчитываем, что наряду с другими ключевыми игроками Лига способна внести свой важный вклад в дело поиска сирийского урегулирования. Спасибо. Левая трибуна. На первом ряду, пожалуйста. Спасибо. Sorry, a question in English as a translator, if necessary. Would Russia support anyone suspected of war crimes in Syria being prosecuted by the International Criminal Court? Ну, что касается этого вопроса, то мы считаем, что обе стороны несут ответственность за то, что происходит в Сирии в плане нарушения прав человека. И попытки возложить вину за это только на сирийское правительство, они неправомерны, потому что и оппозиция совершала и совершает большие нарушения прав человека. И это, кстати, подтверждено, было неоднократно различными авторитетными организациями, неправительственными организациями. Вы, наверное, знаете об этом тоже, о том, какие доклады они на этот счёт опубликовали. Но здесь ведь сейчас вопрос состоит не в том, чтобы кого-то быстро обвинить и передать дело в Международный уголовный суд. Сейчас, с нашей точки зрения, задача приоритетная состоит в том, чтобы добиться прекращения насилия, начать политический процесс, добиться стабилизации в стране и идти по пути урегулирования. Тогда, естественно, сразу же, если удастся этого достичь, спадёт волна и нарушений прав человека, и насилия, и всё, что связано с вооружённым конфликтом. Поэтому сейчас говорить о том, что необходимо срочно кого-то обвинить и передать все дела в Международный уголовный суд, наверное, это не тот путь, по которому следует идти. Вот из этого мы исходим и считаем, что на данном этапе это было бы несвоевременным и неконструктивным. Спасибо. На центральной трибуне ваш вопрос. Представьтесь. Ливанская коммуникационная группа Тель-Видина Альман Рахмад Хажали. Геннадий Михайлович, вот как Вы наблюдаете, сколько Вы наблюдаете какие-то изменения в геополитической сфере, атмосфере, которые приведут к глобальным межрегиональным решениям, в том числе и сирийским, и других вопросов, и, может быть, встреча господина президента Путина и Обама, которая будет скоро, скажем так, завершением или заключением каких-то компромиссов на региональном уровне и на мировом уровне? Спасибо. Вопрос очень такой общий и философский. Естественно, всё, что происходит сейчас в районе Ближнего Востока и Северной Африки, оно имеет своё влияние на общее развитие ситуации в мире. Вы прекрасно знаете, что эта тема постоянно всплывает во всех контактах всех мировых лидеров, включая, естественно, и российского президента, и российское руководство. Мы весьма обеспокоены тем, что происходит в этом регионе, поскольку, по большому счёту, конечно, это оказывает влияние на обстановку стабильности в мире. И нашими общими усилиями, усилиями всех стран необходимо сделать так, чтобы не было этой дестабилизации в регионе, чтобы там в результате арабской весны, как принято называть этот период развития региона, действительно состоялись бы демократические перемены, которые бы отвечали чаянием народов этих стран, отвечали бы интересам их дальнейшего развития. Но главное, наверное, состоит в том, что сами народы этих стран должны определять своё будущее. Никакие рецепты навязывания извне не будут жизнеспособными. И это подтверждается, по сути, всей историей развития человечества, современного её пути, по крайней мере, что ни один конфликт внутренний или региональный ещё не был жизнеспособным без того, чтобы он был решён самими народами этих стран. Думаю, в полной мере это относится и к ситуации в Сирии, и к другим, кстати, странам этого региона. Я имею в виду взаимосвязи этих всяких конфликтов и какое-то комплексное решение предвидится к дате встречи с двум президентом, скажем так. Мне об этом неизвестно, какая будет повестка дня. Единственное, что я могу сказать, естественно, все эти вопросы будут обсуждаться. Каков будет контекст и какие будут конкретные выводы и предложения, просто сейчас, наверное, говорить пока ещё преждевременно. Коллеги, всё-таки давайте конкретные вопросы задавать. Дама на первом ряду, пожалуйста. Габриэль Абачинская, агентство Рейтер. Гедан Михайлович, скажите, пожалуйста, вчера один из министров сирийского правительства заявлял о возможности разговоров с вооружённой оппозицией, от чего до сих пор Дамаск отказывался. Насколько вам известно, по вашему мнению, насколько это выражает новые мнения и новые позиции президента Асада, а насколько это просто один из министров выражает свою опинию? Спасибо. Ну, вы знаете, если мы отойдём чуть-чуть назад, то в историю, то мы вспомним, что сирийское правительство с самого начала выражало готовность вступить в диалог с оппозицией. Причём даже были назначены определённые люди в качестве представителей правительства, с которыми бы оппозиция могла начать диалог, разговор. В то время, к сожалению, оппозиция на это не была готова. И их отношение к этому было весьма отрицательное, потому что вы прекрасно знаете, что главная цель у них состояла в том, чтобы сместить президента Асада и правительство, ныне существующая в Дамаске. Как мне кажется, в последнее время под воздействием развития ситуации в Сирии среди оппозиции происходят некоторые изменения в её подходах. То есть сейчас мы уже слышим больше о том, что они были бы готовы начать диалог с правительством. Да, при определённых условиях, при выполнении правительством каких-то конкретных обязательств, но всё же даже сам факт того, что оппозиция готова разговаривать о начале переговорного процесса, о начале контактов с правительством, это уже свидетельствует в пользу того, что есть подвижки в отношении оппозиционных группировок, и теперь она больше видит возможность начала переговоров с правительством. Насколько дальше успешно будет развиваться этот процесс, хотелось бы надеяться, что это и будет так на самом деле. Хотя трудно сейчас, конечно, загадывать, потому что ситуация очень подвижная, и всё может произойти. Но если среди оппозиции будет укрепляться такое мнение и возобладает позиция тех, кто стоит на этой платформе, то тогда, наверное, есть надежда на то, что забрежет, как говорят, свет в конце туннеля, и появится надежда на политическое урегулирование. Спасибо. Второй ряд. Журналист «Серам Светри», пожалуйста. Телеканал «Рашн Тудея». Геннадий Михайлович, насколько реализуется инициатива об отключении четвёрки Турции, Ирана, Саусской Аравии, Египет к сирийскому вопросу? Стоят ли препятствия?